Денис Седов стал болельщиком черно-белых с юных лет. Посещает почти все домашние матчи любимой команды. Нередко и на выездные игры получается съездить. Вот только до конца ему не всегда удается досмотреть футбольный поединок. Полицейские со стадиона выводят. В Орехозуеву задержали за то, что ломали стулья, там, нецезонные кричалки. Ну, ну, хулиганил надо отвечать. Любить футбол это, конечно, хорошо, говорят руководители Торпеда. Но болеть за команду надо цивилизованно. Поэтому сами взялись за перевоспитание провинившихся фанатов. Сегодня болельщики, например, красят лавочки и наводят порядок в парке. Можно назвать это трудотерапией. То есть клуб болельщиков не заинтересован, чтобы фанатский сектор или активная группа болельщиков хулиганила на стадионах. Помогает в уборке сквера и Полина Андрианова. Для неё это не трудовая повинность, а возможность заработать. Зарплату старается не тратить. Копит. Но на что не признаётся. У меня за месяц получилось 7,5. Всегда по-разному, зависит от того, сколько и как работаешь. Идёт как бы по свободному времени. Можешь, не можешь. Вот так вот. И часа 4, не больше. Работа подростков от 14 до 16 лет составляет не более 4 часов, а от 16 до 18 это 6 часов. Оплата производится в соответствии с минимальным размером оплаты труда. То есть это 5 965 рублей. Также идёт доплата от центра занятости. Это 1 275 рублей. 3,5 миллиона рублей выделено на реализацию программы «Молодёжь и город» в этом году. За лето в благоустройстве Владимира могут принять участие 600 ребят. В их числе и дети из неблагополучных и малообеспеченных семей, трудные подростки и те, кто на карандаше у полицейских. Подъезд разрисовал. Подъезд разрисовал? Да. Зачем? Не знаю, просто с друзьями прикольнуться решили. Осознал вину? Осознал. Всё осознал. То, что так не надо делать, нельзя было. Что дальше будешь разрисовывать? Альбом. Благодаря этим ребятам сквер на улице 850-летия должен заиграть новыми красками. За несколько дней бригада подростков должна покрасить детскую площадку. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова